Девочки, всем привет, мои дорогие! Мы сегодня находимся в зале. Я не снимала в зале в самом, потому что я в очень маленьком магазине, в маленьком нашем шоппинг-центре локальном. И здесь нет такой большой выбор вещей, чтобы прям там что-то снимать и ходить по магазину, и показывать, и украшения все старые. В общем, я вам уже все показывала. Но я принесла вещи попримерять. Сегодня очень много джинс у нас. Я только обнаружила, что у меня фактически вот несколько пар вот эти джинсы у меня из старых, которые мне сейчас нормальные, и еще там пару-пару. Ну, в общем, короче, мало джинсов. И они мне все не очень нравятся. Вот эти джинсы мне на самом деле не очень нравятся. Хотя они нормальные такие, но они не знаю. В общем, мне хочется чего-то новенького. Я заказала несколько пар джинс онлайн. Они мне все не подошли. Я их все принесла назад сдавать и заодно нахватала тут вот новых джинс. Я на самом деле сама не знаю, что я хочу. Я не хочу очень широкие, я не хочу очень большие. Я хочу обычные такие джинсы которые собственно похоже на эти но какие-то хочется друг не знаю ну и заодно уже до кучи я тут по приносила всякой одежки чтобы уже так не скучно нам было примерять только джинсы все давайте так смотрите жилет и джинсы вот первые джинсы которые я примеряю они мне в принципе нравится они неплохо сидят вот за что я люблю этот магазин что здесь не орет музыка как ненормальная но здесь плачут дети как всегда вы знаете магазине никого нет просто пусто потому что сегодня будет день четверг вечером людей мало но обязательно какая-нибудь мамаша с ребенком располагается в соседней примерке и он обязательно плачет и мне его жалко потому что ребенок не должен ходить по магазинам с мамкой вот честно я понимаю что мамки хочется по магазинам дети одевать некуда няньку принимать не хочется это стоит дорого но детям учиться реально этих магазинах я своих не таскала честно терпела ждала пока или бабушка придет или или пока не вырастут поэтому теперь делаю шопинг как не в себя мои дети выросли давно так все возвращать значит джинсы сидят неплохо я должна сказать что они в принципе не плохие у них такой фасон знаете они узкие сверху и чуть расклёшенные внизу они мне длинные у меня небольшая танкетка и все равно видите они лежат на полу они мне длинноватый я хочу так чтобы не ничего не резать не отрезать не подкорачивать от купите носить понимаете мне в принципе нравится этот фасон я хочу такие вот узенькие поуже небольшие не баги не не такие чтобы вот они были прям клюшные огромные широкие у меня такие кстати есть и они мне даже нормально по размеру но мне не хочется такие вот носите даже те что нам не сегодня были они такие прямые широкие а мне вот хочется вот такое вот узенькая но я не хочу скинь и поэтому я хочу чтобы они были клёшные вот принципе мне нравится этот фасон хотя набрала я всяких будем примерять разные сегодня но они не длинные ну вот как-то а жилет неплохой синий цвет вязаный трикотаж золотые пуговицы так вот он на двух пуговицах здесь как бы расходится у меня только внизу хорошо иначе бы пусторчал но торчало бы не сильно вот такой жилет симпатичный джинсы эти называются вот так эти контур будка то есть контур в том смысле что они такие по контуру облегают будка от это такие которые не узкие внизу не скини а расклешенный немножко внизу под под сапоги как бы под ботинки значит это был размер американский 6 38 европейский стоят они шестьдесят пять девяносто шестьдесят шесть долларов вот их номер неплохие джинсы но я не уверена что это то что я хочу все-таки это не сейл стоят они не дешево сейчас еще и поэтому мне не хочется ничего отрезать обрезать еще платить деньги за то чтобы их подкоротить так скини джинс вот они не в моде они не в моде на вся не продают каждый год каждый сезон во всех масс-маркет и вообще всех магазинов продаются скинни джинсы зачем я принесла просто померить хотела вот они не видеть и по длине хорошей и по ширине хороши ты кстати на размер больше чем предыдущий которые примеряла то что все очень зависит от фасона скинни джинсы надо всегда брать чуть побольше потому что они очень узкие но я не хочу скинни джинсы мне кажется что ну во первых они действительно уже не актуальны хотя скинни джинсы скорее всего это просто классика понимаете вот они всегда найдут место но я не знаю честно говоря вот кроме как внутрь сапог высокий заправлять я не не представляю как носить вот так вот носить вот так скинни мне не нравится это очень не модно и очень не старомодно выглядит поэтому сейчас я уже куку если бы у меня были скин джинсы которые мне были бы хорошо по размеру я бы их носила реально покупать но в этим более не на распродаже за полную цель очках я как как бабуся я не буду но принесла поменять ради интереса так вот здесь написано видите что это джинсы на высокой посадке и это скинни и цвет видите обозначен medium блюда средний голубой и короче вот их этикетка это стоит они 66 долларов то 65 90 это размер 40 8 американский те предыдущие были 6 то есть вот эти скинни на размер нужно больше вот вот их номер ну я не знаю кто-то к тому сейчас покупает скинни джинсы вот я понимаю что те у кого есть их они конечно носят я за только за это я сама бы носила если мне были какие-то которые мне подходит это менять небольшие другие маленькие я как-то посередине попал сейчас но лучше покупать их хотя конечно если если продает значит покупает потому что не все люди прям так свято следует трендом и продолжают носить то что носили годами к чему привыкли и вполне я понимаю поэтому я понимаю что продолжать покупать скинни джинсы не для моды а просто чтобы их носить они удобно и они таки тянутся они немножко таки с тянучкой с резинкой такие знаете поэтому принципе жилетико вам покажу в нем 35 процентов вискоза все остальное синтетика стоит он 55 90 56 долларов это был размер large вы знаете были висела висели смол и смол и смол и large я хотела искала medium medium не нашла но как оказалось large мне в самый раз то есть совсем он ли не небольшое ничего вот вот то что надо знаете на что он похож помните я примеряла бордовый жакет такой вот вырезан здесь а и вот этот жилет похож по ткани вот качество плотное очень очень плотный трикотаж такой знаете прям очень плотный и вот тоже он немножко такой приталенный и здесь вот у него как бы эти полочки расходятся и две пуговицы вот такие вот красивенные я решила сделать перерыв с джинсами чтобы она немножко не было скучно разбавить его вот таким вот костюмом белая как там 20 лет в клетку я самонадеянно взяла размер medium и брюки и жилет чуть-чуть чуть-чуть он не маловат и брюки тоже я застегнулась но они так плотно очень сидят а large я думаю был бы большой хотя может быть и нет вот с этой кого с этим жилетом я тоже так что может быть не надо было бы и large вот здесь груди он мне как-то маловат у него кстати двойная застежка вот эти пуговицы имеет вторую пуговицу внутри обычную и но нет петель так что короче пуговицы очень красивая в томах покажу напоминает мне пуговицы на платье моей бабушки которые она там 40-х годов где-то носила и хранила красивый кстати костюм такой из фида видите маловатный вот здесь груди может быть можно пуговицы как-то было бы переставить зачем это мне нужно красивый костюм в клетку классический такой белый в черную клетку жилет с бахромой и крючки вот такие вот даже по длине по длине мне хороши и видите вот здесь вот у них нет такой разрез ну нехороши чуть-чуть длиноватый мне кажется могли бы чуть-чуть короче мне не очень высокий каблок потому что это не брюки палацу мне кажется они не должны что так лежать на земле ну короче не знаю в общем ну симпатичный костюмчик вот такой вот вот бриф так сидит нормально принципе застегнулись уже хорошо так состав этого костюма 76 процентов хлопок все остальное синтетика подкладка стопроцентная ацетат у гост этот жилет 100 долларов размер был medium я даже не не заметила сколько он стоит там такой дорогой значит про пуговицы девочки да кстати здесь действительно есть внутренние пуговицы и есть петля на которую можно вот застегнуть вот это вот внутри пуговицы блестят переливаются как бриллианты ну неудобство их исключается в том что они видите они цепляются за эту ткань а ткань вот это вот она такая быть и даже вот здесь вот у меня зацепилась когда их застегивала вот кстати здесь выпало ну или камушек уже что плохо проблема с этим понимаете надо когда покупаете надо очень внимательно смотреться проблема с ними они действительно выглядят как украшение причем винтажное все в таких крапанах бусинки все красиво но вот эти вот все лапки из вот это вот все очень цепляется за ткань вот этой вот потому что ткань такая пористая и когда я застегивала в петлю это прям было мучение потому что они так цепляются за каждую ниточку и прям прям это очень очень сложно было сделать хотя конечно пуговицы очень красивые напомнили мне пуговицы на платье моей бабушки я уже начал говорить о моей бабушке было какое-то там нарядное платье пошитое в каком-то там двадцать девятом году который она всю жизнь хранила и вот там вот были вот подобные вот эти пуговицы я помню что мы сестру с ними так игрались забавлялись этим платьем пуговицами это были настоящие прямо украшения так брюки сколько стоит давайте посмотрим состав у них тот же тоже был размер медиум и стоит они 80 долларов этот костюм не не дешевый но качество так себе если честно вы знаете проблема в том что ткань очень такая жидкая пористая вот вот эти вот как сказать плетение и не плотно и вот даже вот этими пуговицами она просто все все рвется в петлях и принципе мне кажется что она должна была быть поплотнее хотя в принципе это хлопок поэтому 76 процентов хлопок поэтому она может быть мне не такая плотная но она как вы зимняя такая знаете а на самом деле очень жиденькая такая не знаю я не в восторге от этого костюма мне нравится визуально но цена не дешевая а качество неплохое но немножко могло бы быть и получше так еще одни джинсы и вот такой вот светорочки я принесла кардиган светорок я не знаю что это такое потому что он на пуговице в принципе но по-моему он не подразумевается раз носить его растет кардиган в принципе можно носить расстегнувшие а этот нет потому что он такой двубортный и он должен быть вот такой застегнутый пуговица скорее для украшения я не расстегивала я обрезала только верхнюю стемнула влезла так значит вот это прямые джинсы абсолютно прямые опять они не длинные и вот здесь это не мне болтаются мне это не нравится ну я не знаю я знаю что сейчас так модно что сейчас можно вот не модно узкие я спереди на что хочу потому что скинь мне не нравится слишком широкими тоже не нравится вот не знаю и длина как бы где бы найти у них есть джинсы укороченные то есть они как бы это семь восьмых по моему называется не три четверти 7 8 они на моделях надеты они вот до сих пор у меня они где-то вот так то есть не туда не сюда вот типа моих что в которых я пришла я хочу именно полной длины но чтобы они не были вот такие вот очень я хочу чтобы они были мне нормально по размеру что наверное невозможно единственное джинсы в царе которые я могу на себя купить это джинсы укороченные их сильно укороченные а на мне они прямо как вот я как подстреленная в них в общем короче у меня есть такого типа я хочу чуть подлиннее а они все слишком длинные вот такие прямые прямые джинсы вот такие вот так смотрите эти джинсы называются страйд лайк фи то есть прямая нога тоже медиум плю вот мне нравится этот цвет поэтому я выбирала именно вот так вот такой цвет но следующее мне немножко посветлее так 65 90 38 6 американский вот как видите когда джинсы не скинем не нужно 6 когда скинем не нужно вот их номер ночью вот вот такие вот джинсы в принципе хорошие прямые джинсы но хорош цвет тут мне нравится именно этот цвет но длинные зараза такие все а из недостатков у них пуговицы не замок джинсы похоже на мои которых я пришла и даже цвет и длина вот и длина нормально но чуть-чуть коротковато вот такие же как мои и они мне чуть-чуть даже вот как-то свободу свободно мне кажется но это шестой наверно 4 был бы маленький я бы застегнулась в принципе они должны быть такие немножко свободные и вот с этим светорочком кстати выглядит неплохо но у меня такие есть это джинсы похоже на мои вот вот эта длина единственная которая потому что это укороченные джинсы а на мне они вот такой вот длины ну и в принципе вот так они сидят обычные кстати они на серии сейчас они стоили 65 сейчас они просто 35 ничего особенно и мне не очень нравится их цвет мне больше нравится вот такой вот потому что у меня вот такие есть я пришла в таком цвете такие голубые они как-то как-то очень вы знаете что джинсы очень растягиваются я вам хочу сказать что в принципе джинсы надо брать реально на размер меньше потому что вы когда начнете ходить гулять сидеть есть машине они от сиденья у вас становится примерно на размер на полразмера больше единственное что в талии вот если они вы не можете застегнуться вот здесь вот в поясе то это конечно не никуда если вы можете застегнуться и у вас еще как бы есть свободное пространство через две недели несколько раз надевшие они просто свадут валится сейчас они вот такие вот вы видите что если я купила и на себя в это время они бы просто болтались эти джинсы называются релакс slim это же медиум плюхать они светлее значит slim это узенькие а релакс это свободные то есть вот какая-то вот странное сочетание свободные ну как бы как это сказать релакс но вы знаете многие в русском языке употребляют это слово релакс типа отдыхать расслабься расслаблены и расслаблены и расслаблено узкие вот так чтобы это чтобы это не означало значит так это был размер 6 американский 38 европейские стоили шестьдесят пять девяносто шестьдесят пять девяносто девять и тоже написано medium blue хотя они светлее чем вот эти все ну как бы чуть-чуть светлее свитер этот полностью полиэстер шестьдесят пять девяносто шестьдесят шесть размер medium был то есть он такой он не узенький нормальный такой ширины и вот пубочки такие все в общем светору как смотрите и платье напоследок эти платье сейчас на такой легкой распродаже они были 80 долларов сейчас 40 они из разного цвета из черный терракотовый вот этот сиреневый мне очень понравился я взяла размер large чтобы что наверняка в него влезть здесь сбоку такая трапировка у него идет интересный форит такой хомутиком крылышко ну такой рукавчик не вырезанная то хочется спускающийся с плеча пояс при нем пределом причем я так понимаю что поиск вот так вот двойной вокруг можно обмотать два раза и вот здесь вот такая трапировка неплохой платье красивый цвет хорошая длина интересная платье вполне такой это размер large я хочу вам сказать что вот они они такие они небольшие не очень просторная рассказал может быть я бы влезла в медиум и вряд ли скорее всего что нет поэтому вашими как-то удобнее ничего особенного синтетика и такое знаете долларов за 12 я бы купила еще может быть подумала бы а за 40 тоже не тем более значит полиэстер конечно платье купить и стоило 79 180 39 99 одна мне дама тут написала что я цену говорю написано одно а я называю цену на 10 долларов дороже типа что я продаю эти вещи и то есть вот это вот мое 79 90 я говорю что это 80 она считает что я набор накидываю 10 баксов на цену потому что я их продаю эти вещи поэтому я называю цену на 10 долларов выше а люди такие смешные не целомора короче значит платье large ну в платье в общем ну вы поняли цвет красивый так дорогие друзья вот такие у нас сегодня были примерки что вам сказать из всего что я примерял я бы не купила ничего и даже на распродаже по не купила мне что-то ничего не понравилось все как-то не моё короче вещи честно все зависит от магазина это маленький магазин здесь не орет музыка но здесь выбор небольшой поэтому вот так поэтому я тут нахватала джинсы потому что особо больше ничего не было но и даже джинсы мне как-то никакие не вдохновили меня вот но на сегодня все надеюсь что вам понравилось все таки и было интересно всех люблю целую с вами была дита всем пока пай пай